Девушки отдыхают Девушки отдыхают От поиска полезных ископаемых И затем появилась в частности И вот эта идея Инициировать какие-то Сейсмические удары Первые эксперименты по приведению Гигантских пластов земли в движение Проходили за полярным кругом Кольский полуостров сегодня мало населен А в начале 60-х Был и вовсе безлюден Первые глубинные бомбардировки Тектонических плит Осуществляли в специально пробуренных шахтах Ученые военно-экспериментальным путем Выясняли какой мощности Заряды необходимо закладывать Сейсмические датчики показывали Расчеты освобождаемой энергии И амплитуду землетрясения Нужно заложить в то место Которое сейсмически активно То есть это сейсмически активный разлом Они существуют регулярно Это границы тектонических плит И так называемых геоблоков И по расчетам можно показать Если есть дополнительные геофизические изменения Что будет она достаточно мощная Если туда донести каким-то образом заряд То мощность увеличится конечно еще больше Сегодня туристы-экстремалы Иногда натыкаются на эти заброшенные военные объекты И ломают голову Откуда и для чего За полярным кругом Появились целые бункеры Начиненные техникой Задача, которую тогда поставили перед учеными Казалась всета из фантастического романа Научиться управлять землетрясениями Дело в том, что для того, чтобы оказать такое воздействие На подтапливающий кусок плиты Можно пойти несколькими путями Можно заложить заряд в том месте, где тонко Что достаточно сложно С точки зрения военной Потому что мы хотели бы Воздействовать на такие зоны Издалека, сами не приближаясь К этому месту Определенные требования Военные выдвинули и конструкторским бюро Надо было создать защищенную Компактную и мобильную Буровую установку на колесах Или гусеницах Верхом совершенства стала бы возможность Десантирования устройства С воздуха Такое преимущество в мобильности на войне Играет решающую роль Пробурили, заложили небольшой ядерный заряд Взорвали, победили Сразу же происходит Нементально То есть, как произошло Буквально несколько секунд Уже толчки начались И все рушится, все взрывается Пожар возникает За детальную проработку тектонического оружия Взялась научная группа из Азербайджана Во главе с физиком Икрамом Керимовым Позднее его назовут отцом тектонической бомбы Именно он обратил внимание на аномальные изменения Высокочастотных сейсмических шумов в почве За несколько дней до землетрясения Эти сигналы можно было зафиксировать С помощью специальной аппаратуры Керимов добился сенсационного прорыва в науке Он понял, как вызвать землетрясение искусственно У нас были Наполняли водохранилище И происходили землетрясения Там при этом Сейсмическая активность все зарастала Ну, конечно, опять-таки Наблюдая за природным явлением Военные пришли к выводу, что нужно тектоническое оружие А руководил этими работами Керимов Лаборатория Керимова исчезла из всех официальных документов Не осталось даже почтового ящика Физика и его уникальный проект Стали главной военной тайной Советского Союза Современные исследователи указывают на шокирующий факт Количество землетрясений на планете за последние полвека Увеличилось в несколько десятков раз В чем же причина этих тектонических волнений? Природная она или техногенная? Многие идеи по разработке тектонического оружия Советские ученые взяли у бурно развивающейся сейсмологической науки СССР активно осваивал юго-восточные территории Новые города строили даже в сейсмоактивных зонах А вместе с гражданскими опытами проводились и военные Большинство экспериментальных сейсмологических полигонов находилось в Средней Азии Такие эксперименты проводились у нас в СССР еще время когда было В 70-х годах Это было магнитно-гидродинамическое динамо Которое в Средней Азии проводились эксперименты Это излучатель очень сильных электромагнитных волн Который излучает в метро И оно должно вызвать землетрясение Специалисты решали несколько задач Они старались вызвать искусственное землетрясение Использовать его разрушительный эффект Но главная задача была иная Научиться скрывать за ним ядерные испытания Ядерный взрыв Он может нанести максимальный ущерб Если над поверхностью земли произвести А если взять землетрясение Землетрясение это глубинное явление То есть очаги таких более или менее Существенных землетрясений С магнитудой допустим 5 Они находятся на глубине 10 километров 15 километров Сверхмощную бомбу военные Они собирались взрывать за несколько тысяч километров От предполагаемой цели Управляемый удар должен пройти По глубинным пластам земли И каждая волна рассчитана На определенную точку Атомную электростанцию Плотину Военную базу Представляете Надоест кому-нибудь Европу В конце концов И привезут В южную часть Северного моря Ну и что будет Англия, Швеция А уж вот эта Европа Там где Бельгия, Голландия Вообще страшно вообще подумать Что там будет Там же плотина от гаража Все поставлены Поэтому Если там ухнуть бомбу Ну Поэтому людей надо предупреждать Об этом надо говорить Политиканы там в игрушки играют А ведь расхлебывать-то придется Обычным, как мой товарищ Говорит, людям Правительство США Зная о разработке советских Тектонических бомб Проводило точно такие же эксперименты На секретных полигонах Они спешили создать Собственное оружие Известна история с тем Как было обнаружено Влияние инфронистских частот На места Которые подвержены землетрясениям В самих Соединенных Штатах Там производилась Геолого-разведка С помощью инфронистских частот И в результате этого воздействия Было обнаружено Что получилось землетрясение То есть с тех пор Американцы стали усиленно Развивать тематику Создания землетрясений С помощью инфронистских колебаний 19 сентября 1985 года В 7 часов утра Столица Мексики Была практически разрушена Одним из самых сильных землетрясений В истории Америки Только по официальной статистике В Мехико погибло около 10 тысяч Было ранено около 30 Остались без крова Более 100 тысяч человек Правительство Мексики Тут же обвинило США В проведении экспериментов С искусственными землетрясениями Систематически Американцам Мексиканцы предъявляли претензии Что у них возникает землетрясение После того, как происходит Испытания ядерные В Неваде А нам Иран Значит, предъявлял претензии Что после символатинских ядерных взрывов В Иране происходит землетрясение Но американцы отрицали Свою причастность к этим делам И мы отрицали Некоторые тайны Советского Союза Были раскрыты в эпоху перестройки Однако и сегодня неизвестно Сколько российских подводных лодок Еще несут заряды Способные сдвинуть тектонические плиты Лодки подводные плавают С зарядами Громадными на борту По 24 ядерных взрывов Каждый несет На тот километр, что лодка опускается На этом километре Лодка может куда-нибудь опустить Этот заряд На дно положить И взорвать Эксперты уверены Половина катастроф, которые люди принимают За буйство природной стихии На самом деле Результаты военных испытаний Вот именно 20 лет назад Начался сильный подъем Частоты землетрясения И других стихийных бедствий До 90-го года Такого подъема не было Это были редкие события Которые умещались в рамках Обычной статистической погрешности То, что происходило после 90-го года Уже Не в рамках каких погрешностей Не умещается Наблюдается Более чем десятикратный Рост частоты землетрясений И других стихийных действий Количество землетрясений В конце 20-го века Превысило все мыслимые пределы И где завтра рухнут дома Кто окажется под ударом И главное, кто нанесет этот удар И под каким видом Спрогнозировать невозможно Смотрите далее Взрыв радиусом 7 тысяч километров Был сдвиг, тектонический сдвиг И волна стоит 20 метров Смылась 400 тысяч людей Фантастическое оружие Икрама Керимова Запасти упругую энергию Механическую Которую формируется Перед образованием землетрясения Как-то его скумулировать И потом использовать И как этим оружием уничтожить континент Сверхсекретный проект Мирового господства Меркурий-18 Если, предположим, Гадинзаряд находился Где-нибудь На Куринских островах То эта плита могла бы подвинуться На Сан-Франциско Направленный удар цунами И кто будет следующей жертвой? До конца 2014 года Мы ожидаем землетрясения Которое разрушит Частично Лос-Анджелес Не пропустите! Такого вы еще не видели! КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ